МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Педагогика любви. Что завещала нам Геннадий Волков? Безопасность на мероприятиях, сообщения о заложенных бомбах и профилактические меры обсудила сегодня антитеррористическая комиссия Чуваши. Массовые эвакуации людей из Дании из-за сообщений о заложенной бомбе этой осенью прошли во многих крупных городах страны. В Чебоксарах эвакуировали торговые центры, гостиницы, ряд школ. Сообщения оказались ложными, экстренные службы справились. Однако, чтобы не было паники, необходимо шире информировать население о подобных явлениях, отметил Михаил Игнатьев. Что касается профилактики, то в республике налажена работа, создана специальная группа специалистов. Проведено более ста различных мероприятий по вопросам профилактики террористических и экстремистских проявлений среди мигрантов. Проводимая комплексная работа позволила не допустить распространения на территории Чувашской республики идеологии терроризма возникновения конфликтных ситуаций. В рамках плана по противодействию идеологии терроризма проводится обучение муниципальных служащих. Специальный семинар прошли и журналисты, ведущих СМИ региона. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Республика. Старт дан. Сегодня на территории индустриального парка Чебоксар начал работу новый завод. Он стал первым в списке резидентов. Какие перспективы открываются перед предприятиями, что именно они будут производить, подробности у Дмитрия Ковалева. Открытие завода – торжественный момент. Но еще три года назад на этом месте был пустырь. Чтобы дать толчок будущему индустриальному парку, сюда провели необходимые коммуникации и оборудовали подстанции. В перспективе здесь должны открыться девять предприятий, а это более тысячи рабочих мест. Производство продукции первого резидента уже поставили на поток. Это новая отрасль, новое производство для нашей республики. Это производство товаров в виде трубопроводной арматуры. На самом деле это востребовано газовиками, нефтяниками, и государственными компаниями, и химической промышленности, и высокопроизводительный труд позволит на самом деле молодым людям, даст возможность зарабатывать достойный уровень заработной платы. Арматуры и приводы этого завода пользуются большим спросом. География поставок десятки регионов. Здесь разработали и уникальную технику, которую в стране не производит больше никто. Вот это вот уникальные разработки, которые сделала СКБ, но не выпустила. Их никто в России не делает. Вот этот вот привод за одну секунду способен перекрыть поток. Вот там в обычном режиме работает, регулирует вот таким клапаном. С вводом нового цеха предприятие вышло на новый уровень. До новоселья производственные площадки приходилось брать в аренду. Найти такое место в черте города было невозможно. Индустриальный парк решил все проблемы. Президентов отбирали по конкурсу. Не просто так земельный час был предоставлен, а при конкурсной конкуренции другими участниками. Мы акцент сделали на том, чтобы здесь все-таки не было никаких ни складов. В общем, компании, которые занимаются высокотехнологичными проектами. Проектами в сфере импортозамещения. Проект, который создает рабочие места. Здесь достаточно объема запаса и политэнергии по водосбросу, водоснабжению. С вводом в строй нового цеха на предприятии намерены увеличить рынки сбыта и освоить выпуск импортозамещающей продукции. Мы видим, как объем заказов наращивается вместе с расширением номенклатурной линейки. Я думаю, что в следующем году мы запустим вторую смену. И как только заработает литейка, это еще, там появится 10-12, наверное, рабочих мест. И с вводом в действие литейного производства по остальному литью еще около 10-12 рабочих мест. В самое ближайшее время в индустриальном парке заработают заводы по выпуску электротехники, высоковольтных устройств и центра плазменной резки. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Подробнее о развитии индустриального парка и его резидентах расскажем в программе «Сделано в Чувашии». Премьера нового выпуска 16 ноября. Другим темам. Сегодня в России отмечается День работников СИЗО и тюрем. В этом году он проходит в 12-й раз. В Чувашии два следственных изолятора в столице и в городе Цивильск. В режимном учреждении Чебоксар моим коллегам рассказали о специфике работы и условиях содержания последственных. О следственном изоляторе на Константина Иванова ходят легенды. С 1648 года до наших дней сохранилась старинная часть здания. Собственно, тюремный замок. Один из мифов, что в этих стенах какое-то время находился тот самый Степан Разин. В нашем учреждении имеется подземный ход, по которому каторжников раньше вели на Волгу. За несколько веков здание не раз подвергалось реконструкции. Специалисты показали последний макет. 36 камер, 6 из которых тоже были построены более 300 лет назад. В СИЗО можно сравнить с отдельным государством. Так говорят сами сотрудники. Оказавшись на территории, понимаешь, что здесь свои законы жизни. Добровольно находиться за решеткой день за днем на это способен не каждый. Прежде всего сотрудник должен быть подготовлен к этой службе, потому что мы имеем дело с лицами, которыми так или иначе приступили закон. Должен быть морально к этому готов, должен быть такой твердый стержень у него внутри, для того, чтобы не сломаться. Потому что действующим законодательством на сотрудника возлагается обязанность по соблюдению правопорядка в нашем учреждении. Стабильная должна быть обстановка в учреждении, пресечение всех противоправных действий. Это комната краткосрочных свиданий. Продолжительные встречи с подследственным или подсудимым не положены. Норма жилой площади в камерах 4 квадратных метра на обвиняемого. Требования соблюдены в полной мере. В СИЗО своя психологическая лаборатория. Штатный специалист работает как с подследственными, так и с сотрудниками. В кабинете психолога словно забываешь, что вокруг решетки и колючая проволока. Но ненадолго. Бдительность здесь превыше всего. С чем только не сталкиваются, например, при приеме передачи для подследственных. Последний запрещенный предмет – это были дрожжи, которые были ухищены способом, спрятаны в кофе в три в одном. Как бы люди не хотели вложить запрещенный предмет, мы все равно запрещенный предмет обнаружим. При всех сложностях сотрудники работают здесь годами и не перестают верить, что спецконтингенту никогда не поздно встать на путь исправления. Татьяна Трофимова, Сергей Адушкин, Республика. В Шумерле новый городоначальник главой администрации города стал Александр Григорьев, ранее исполнявший эти обязанности. По результатам конкурса, в котором участвовали две кандидатуры, депутаты городского собрания Шумерле приняли решение назначить сити-менеджером Александра Григорьева. Контракт с ним подписан на срок полномочий собрания депутатов до 2020 года. Помогать сохранить язык национальной традиции и обычаи на территории родного края и далеко за его пределами – это миссия Чувашского национального конгресса. В Чебоксарах прошел 10-й юбилейный съезд организации. ЧНК также отметил 25-летие со дня образования. За четверть века проделана колоссальная работа по объединению Чувашей, проживающих в стране и в мире. Расстояние не мешает людям сплотиться в одну команду, которая объединяет любовь к языку и уважение к традициям. 10-й съезд ЧНК в Чебоксарах собрал около 280 делегатов и 160 приглашенных гостей. Надо почитать своих предков, тогда ты на земле будешь стоять твердо, тогда ты будешь сильным и род твой будет знаменитым. И я думаю, что Чуваши эту задачу выполняют. В республике проживают представители 128 национальностей, 8 этнических групп. Чувашский язык и его особенности вызывают интерес не только у самих Чувашей. Активисты Конгресса проводят национальные праздники и фестивали, воплощают в жизнь интересные проекты, тем самым вовлекают в процесс людей разных национальностей. Такая работа проводится не только в республике. Своим опытом на юбилейном съезде делились представители Чувашских национально-культурных объединений разных регионов. У нас в Иркутске очень большое внимание уделяется губернаторам Иркутской области по сохранению чувашского языка. Сегодня у нас в двух школах преподается чувашский язык в виде факультатива. Также у нас проходят праздники Чуклеме, замечательный праздник. И в этом году мы провели первый фестиваль чувашского пива. Он очень заинтересовал и китайцев, и японцев. Здесь у нас молодежное объединение, достаточно активно работают, делятся своим опытом даже с другими регионами. Городскими структурами хорошо работают. Мы достаточно плотно общаемся с правительством Санкт-Петербурга, поэтому в этом отношении нас город поддерживает. Достопримечательным является то, что в нашей группе, к нашим педагогам, к нашим деткам, которые непосредственно изучают в школах и в детских садах чувашский разговорный язык, включаются дети чеченцы, азербайджанцы, татары, мар-2, все нации, русские. Мы просим разрешения у родителей, ваших детей мы можем обучать, они с удовольствием сами приходят на занятия, потому что им очень интересно. ЧНК взаимодействует и с органами власти. Руководитель Конгресса Николай Угаслов выразил признательность главе республики за активную поддержку в укреплении межрегиональных культурных связей между субъектами страны, межнационального согласия и общественной стабильности. Республика активно поддерживает всероссийские и межрегиональные проекты, проводимые за пределами Чувашии. Молодежи особенно нужна такая поддержка, считает Татьяна Сушкова. Мы сейчас в Москве создаем разговорный клуб, где желающие поговорить, встретиться, какие-то идеи обсудить. Мы будем только на чувашском языке разговаривать. Будут к нам эксперты приходить по бизнес-тематике или по культурно-традиционным направлениям. За пределами Чувашской республики действует более ста национально-культурных объединений Чуваший. Для них стали традиционными всенародные праздники Агадуй, конкурсы чувашского костюма, песни и танца. Это привлекает еще больше внимания к чувашскому языку и культуре, считает Валерий Яковлев. Конечно, мы пытаемся привлечь, чтобы чувашским языком овладели и другие люди, других национальностей. Конечно, насильно это невозможно. А чем можно привлечь? Привлечь можно уровнем нашей жизни, социальной жизни, культурного пласта, уровнем духовности, культурности, уровнем искусства. На съезде Чувашского национального конгресса избрали новый руководящий состав организации. ЧНК снова возглавил Николай Угаслов. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. Любите друг друга, и тогда все будут знать, что вы мои ученики. Эта цитата звучит как пароль для всех, кто считает себя последователем Геннадия Волкова. Сегодня в Чувашском педагогическом университете отметили 90 лет со дня рождения основателя этнопедагогики. Имя Геннадия Никандровича Волкова нередко ставят рядом с именем великого просветителя Ивана Яковлева. Разработанная Волковым система легла в основу целой науки. Этнопедагогика изучает народную культуру и народную педагогику. И сегодня она одинаково популярна и в нашей республике, и у соседей, и в странах СНГ. Педагогика любви, конечно, играет большое значение, поскольку через эту педагогику любви передается самое дорогое, самое ценное в нашем воспитании детей. Особенно хочу подчеркнуть любовь к родному языку, любовь к родине, любовь к Чувашии. Вы знаете, это такие проблемы, которые сегодня актуальны не только у нас, но и в других республиках и даже в других странах. Идея Геннадия Никандровича проста, как все гениальное. Воспитывать и любить детей надо так, как делали это испокон веков твои предки, заботившиеся о продолжении рода, о сохранении нации. Многочисленные труды Волкова выходят сегодня на разных языках. Он известен и как детский писатель. Его произведения вошли в школьные хрестоматии многих республик. У них большая, очень большая дружба была с народным поэтом Чуваши Петром Хузангаем. И с Уксаем они близкие связи имели, Геннадий Никандрович. И потом он обратил внимание на молодое поколение наших чувашских поэтов. В частности, дружил с Николаем Ижендеем, автором поэмы «Голос нерожденного ребенка». И Петр Якузян ему очень нравился за свои философские, смелые, открытые мысли о роли чувашского языка в нашей современной жизни. Все педагогическое и литературное творчество Геннадия Волкова, все его дело – это гимн ребенку, гимн любви к человечеству. Те, кому он сумел привить эту любовь, по сей день считают профессию педагога самой важной. И стараются во всем следовать примеру своего учителя. Без исторической памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа, как исторической личности. Я думаю, что личности, символы, нужны каждому народу. Елена Гальперина, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов. Республика. Лариса Семенова – преподаватель истории в цивильской школе, победитель республиканского конкурса «Учитель года» и участница Всероссийского. На одном из ее уроков побывала и наша съемочная группа. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Кто был первым князем на Руси и почему Олега называют вещем? Сегодня ребята знакомятся с историей Древней Руси, причем делают это по новым методикам. Мы начнем собирать наш пазл, берем нашу первую фигуру, по которой вы сейчас выполняли задание, и начинаем построение. Каждый пазл – это часть карты Древней Руси. Справились с заданием? Получите новую часть. Вот так в игровой форме школьники запоминают основные вехи истории. А чтобы разобраться в правителях, Лариса Сергеевна придумала оригинальный способ. Ребята пишут небольшие четверостишья. У Олега был славный конь. Боем был словно огонь. Он славян объединил и византийцев победил. Такой способ обучения дает результаты. Урок истории – один из моих любимых предметов, потому что это уроки интересные. Лариса Сергеевна очень увлекательно рассказывает нам о новых темах. Мы понимаем ее, и нам легко даются писать контрольные работы. Для меня большая честь учиться у одного из лучших учителей страны. И это действительно так. Лариса Сергеевна преподает историю 14 лет. Ее ученики – призеры и победители Олимпиад. И сама она – постоянный участник конкурсов. В сентябре Лариса побывала в Сочи на Всероссийском учительском форуме. Я приехала окрыленной. И этот конкурс, во-первых, дал мне понимание того, что 14 лет назад я сделала правильный выбор, выбрав профессию учителя и придя работать в школе. Второе – это понимание того, что я хороший учитель. Дети меня понимают, детям со мной комфортно, мне с детьми очень комфортно. Лариса Сергеевна проходит практику Юлия Гусева, студентка ЧГО. Ее уроки детям даются настолько легко, настолько это интересно. Дети принимают участие в играх. Также способы о подаче информации, множество от видеороликов до игр, до сочинений стихов. Помогать будущим коллегам любить своих учеников и постоянно совершенствоваться. Кажется, вот он – рецепт лучшего учителя. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Рена Гавелян, Республика. Увидеть невидимое в Чебоксарах стартовал уникальный проект для незрячих людей «Мы живем в мире». Это первый музейно-реабилитационный проект в Чувашии, который открывает и делает доступным мир живописи людям с проблемами зрения. И все это благодаря особой 3D-технике. Как создавались такие тактильные картины и почему этот проект будет интересен и тем, кто видит хорошо, узнала наша съемочная группа. Прикоснуться к прекрасному буквально, пройтись по рельефному холсту кончиками пальцев и почувствовать каждый мазок кисти, линию, узоры, текстуру. Тактильные картины создали специально для тех, кто плохо видит или лишен зрения совсем. Проект получил поддержку на республиканском уровне. Значимость и важность проекта заключается в том, что эта работа открывает новые просторы для слабовидящих, новые горизонты, потому что зачастую у нас в России вообще малоизучена данная сфера, данное направление. Практически нет музеев или даже картин такого характера. Создавая эти работы, мы с нашей командой волонтеров рассказываем о том, как жили святые, о дружбе, о любви, о милосердии. Художественные работы в технике скульптурной живописи выполнены командой молодых художников-волонтеров, работающих на общественных началах в Церковно-историческом музее при храме новомучеников и исповедников российских. Полотна изготовлены по инновационной технологии. Фотографии исходников обрабатывают, подбирают текстуры и создают рельеф из полимерной глины для передачи деталей изображения. Даже зрячий человек осмотрит, во-первых, это тоже несет на него составляющие, поскольку это не плоская формата, а это все-таки 3D формат, и он несет в себе большую информативность и большую познавательную функцию. Он лучше узнает православное писание, о житии святых. Так что знакомиться с искусством через прикосновения может любой человек. Было бы желание. Рифат Фадкулин, Сергей Адушкин, Республика. 3 ноября Чувашия присоединится к акции «Большой этнографический диктант». В этом году событие получило статус международного. К его проведению подключилось Россотрудничество. Проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. В Чувашии для проведения «Большого этнографического диктанта» определены 9 площадок. Уточнить адреса можно на сайте Минкультуры Республики. Принять участие в «Большом этнографическом диктанте» могут все желающие. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова